Новостями и комментариями о событиях в городе мы традиционно заканчиваем рабочую неделю. Сегодня пятница, телеканал Сигма, программа Троеточие, меня зовут Анна Дробот, здравствуйте. 40 минут прямого эфира, дорогие друзья, наши гости будут отвечать на мои вопросы, ну и на ваши, если они у вас появятся. Номер телефона прямого эфира вы будете видеть внизу экрана. Звоните, поговорим. О чем же сегодня будем разговаривать? Цифровые технологии в помощь горожанам и работникам коммунальных служб. В Мариуполе появился диджитал-помощник, который все знает об отключении электроэнергии, о том, когда появится тепло. Об этом мы поговорим с нашим третьим гостем. Город покупает квартиры для детей-сирот. Как идет этот процесс и кем контролируется? Это обсудим во второй части нашей программы. Ну и наша первая тема, это прошедшая сессия. Прошедшая сессия на этой неделе у нас сегодня в студии депутат Мариупольского городского совета Оксана Гринько. Оксана, добрый вечер. Добрый вечер, Аня. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Ну, несколько направлений мне хотелось бы сегодня обсудить. И одно из них, наверное, касается очень многих мариупольцев. Это питание детей в школах. В школах, в детских садах и в детдомах. В детдомах, в детских домах. Депутаты утвердили новую стоимость питания. Хотелось бы узнать, что изменилось и с чем это связано. Да, действительно. На этой сессии городского совета депутаты, весь депутатский корпус обсуждали, принимали несколько очень важных социально значимых решений. Среди них, в том числе, и увеличение граничной стоимости питания в учебных заведениях и дошкольных заведениях города. Связано это с тем, что, наверное, все мы ходим в магазины, на рынок, смотрим, сколько стоят продукты. Стоимость их увеличивается, а сумма, на которую могут рассчитывать учебные заведения, заказывая продукты, остается прежней. То есть она была утверждена в конце прошлого года, а может быть в начале этого. За это время очень много всего изменилось. Ну и для того, чтобы обеспечить детей, начиная от самых маленьких, с ясельных групп и заканчивая 11-ти классниками в средней школе, в загальноосвитной школе, было принято решение о том, что, наверное, нам надо эту граничную сумму увеличить, для того, чтобы питание было полноценным и разнообразным. Ну, собственно говоря, с учетом проходившей коммуникации в школах, с родителями общались, руководство департамента образования вышло к депутатам с предложением и со своими какими-то суммами, они их обосновали, представили несколько примеров, да, ежедневного меню. Штая на определенные суммы? Конечно, да, в зависимости от того, сколько ребенку лет, что ему нужно потреблять по медицинским показаниям, да, для того, чтобы получать полноценные белки, жиры, углеводы. Ну, это такое диетическое питание, да, для того, чтобы наши дети были здоровы и не было у них никаких заболеваний. Акса, ну вот как ты думаешь, питание с тех пор, как мы учились в школе, например, или с тех пор, как учились в младшей школе наши дети, подходы к формированию набора вот этого, да, то есть что необходимо ребенку, изменились ли с тех пор? Если изменились, то, на твой взгляд, что поменялось? Я так думаю, что в каких-то школе... Всегда стремились, чтобы были витамины и белки, и углеводы. Судя по той информации, которую я получаю от своих друзей и знакомых, у которых есть дети-школьники, в каждой школе по-разному, к сожалению. В одной школе действительно, да, руководство хочет, чтобы детки были сыты, чтобы детям было вкусно, чтобы детям не хотелось покупать через дорогу в киоске чипсы, да, или минералку какую-то там, газировку, вот. А есть школы, в которых действительно, как бы, есть, ну, ничего не поменялось, да, там вот эта склизлая каша, кусок селедки, это я из своего школьного детства помню. И помню свои ощущения, когда впервые наша школьная столовая начала печь сосиски в тесте. Ну, у нас сейчас есть пример, у нас есть несколько фотографий, я попрошу их показать. Это вот пример питания в одной из школ города. Давайте посмотрим, что у нас получится, получится у нас показать. Это будет несколько слайдов, если это возможно. Да, вот, мы уже видим, мы видим эти слайды. Уважаемые зрители, у меня есть предложение к вам. Позвоните к нам, расскажите, довольны ли вы тем, как питаются ваши дети в школах? Рассказывают ли они вам, что они кушают, нравится ли вам? Позвоните, поделитесь своим мнением. Ну, вот есть такие примеры, достаточно красивые. Прекрасный пример, да, многообразие. И только качественно, но еще и вкусно. Я так подозреваю, что вот это пример школьной столовой современной, да, которая предоставляет ребенку выбор. На определенную сумму можно взять определенный набор продуктов, да, или если это меню родители заплатили за месяц вперед, да, ты можешь прийти и купить и покушать. Есть маленькие детки, которые выбирать не могут, к сожалению. Это детский сад. И в частности наша с тобой коллега, да, у которой сын ходит в садик. Она говорит, что сын приходит из садика и говорит, «Мам, я кушать хочу». Ну, действительно, можно ли на 15 гривен в день дать полноценную еду детям, которые весь день прыгают, скачут, которые расходуют энергию, которые растут. И мы заговорили об этом, но я не сказала, до каких сумм, да, депутаты разрешили поднять эту граничную стоимость. В учреждениях общеобразовательных это 23 гривны в день, в детских домах это 60 гривен в день, то есть это мы понимаем, что это пятиразовое питание. В группах, в детских садах, в средней группе, да, и в старшей группе это 38 гривен. У совсем малявочек, в ясельных группах это 33 гривны. Ну, то есть уже можно о чем-то разговаривать, да, то есть на эти деньги уже можно какое-то меню более-менее разнообразное составить и, ну, собственно говоря, привлечь детей, да, к тому, чтобы они питались правильной пищей. Оксана, какие категории детей по-прежнему будут питаться за счет городского бюджета? Ну, как и прежде, это все льготные категории детей, это дети-сироты, это дети, которые остались без родительской опеки, это дети из малообеспеченных и богато... богато... извините, и многодетных семей. Это также учащиеся с особыми образовательными потребностями, да, это дети-инвалиды, кроме того, это дети из семьи участников АТО или операции объединенных сил. Ну и кроме того, я хочу акцентировать внимание на том, что 50% от стоимости питания в день первых-четвертых классов и в учреждениях дошкольных будет оплачивать также город. Пополам с родителями. Пополам с родителями, да. Это, ну, на мой взгляд, это очень важно, потому что не всякая семья, которая, ну, не подходит, допустим, под определение малообеспеченной, да, но можно быть малообеспеченным и получать минимум дохода, а можно на 20 гривен больше, и это не делает человека богаче и эту семью более плата спроможенную. Оксана, еще такой вопрос. Была тема о внесении изменений в программу социально-экономического развития в 2018 году. Депутаты внесли изменения. С чем это было связано? Ну, дело в том, что мы пересматриваем программу социально-экономического развития практически на каждой сессии, потому что, ну, не стоим на месте, город получает, возможно, больше налогов, чем он планировал, город экономит на каких-то проектах какие-то средства, эти деньги возвращаются автоматом, да, они в бюджете остаются, их можно перераспределить на другие какие-то цели, на другие проекты. Ну, а дело в том, что, допустим, ну, это обычная такая рабочая, рабочий такой момент, но на этот раз мы с голоса буквально в сессионном зале принимали изменения. Наш бюджет благодаря, благодаря министерству по вопросам временно оккупированных территорий, с одной стороны, пополнился 5 миллионами гривен, с другой стороны, мы тоже должны 5 миллионов гривен выделить, но это очень хорошая, как бы, цель на приобретение временного жилья для внутренне перемещенных лиц, да, ну, как бы, посчитаем, там получается сумма больше 10 миллионов в общем и целом, ну, если прикинуть, что в среднем там трехкомнатная квартира сейчас в Мариуполе стоит около 500 тысяч гривен, то вот на эту сумму можно купить 20 квартир. Много это или мало, да? Хороший вопрос. Хороший вопрос, да, но я не буду его задавать. Оксана, в Мариуполе увеличивается сейчас количество тех людей, которых, вот мы называем, переселенцами? Ну, дело в том, что сейчас весь этот процесс стабилизировался, основной поток Мариуполь принял в 2015-2014 году, сейчас уже, ну, как бы, вы, наверное, знаете, что и наши телезрители, и ты, Аня, что Мариуполь на первом месте в рейтинге интегрированности переселенцев, да, в громаду, в инфраструктуру, это один из городов, который покупает квартиры. По состоянию на сегодня, ну, вообще, вот на временное жилье от города, это отдельная программа, отдельное положение, принятое в Мариуполе, оно работает с 25 января вот этого года. И вот с начала года поступило 553 заявления от внутренних перемещенных лиц на получение вот такой квартиры. Ну, помимо этого, я хочу напомнить нашим телезрителям, что в городе действует и программа по обеспечению жильем, это общая очередь так называемая, и там есть несколько разделов. Доступное жилье, жилье для детей-сирот, о чем Сергей Алексеевич Марчук расскажет дальше. Вот, но очень важно, что потихоньку Мариуполь и при помощи областного бюджета, и при поддержке вот министерства, да, и вкладывая свои собственные деньги, ну, как бы предоставляет людям ощущение дома, да. Ну, вот пока они на ноги не станут, город дает жилье. Пусть оно временное, но это жилье, да, вы будете платить только за коммуналку и никакой арендной платы. И, безусловно, для большинства людей, для большинства новых мариупольцев это жизненная необходимость. Конечно. Ну, спасибо, Оксана, времени уже больше нет. Переходим к следующей теме. Дорогие друзья, это тоже у нас квартирный вопрос. Напомню, у нас есть номер телефона прямого эфира 0800 606 295. Ну, а что касается нашей второй темы, то будем говорить с нашим гостем об обеспечении квартирами детей-сирот. Проект этот работает только второй год в Мариуполе. Квартиры закупаются, процесс идет активно. Деньги выделяет не только городской бюджет, еще и государственный, и областной. Ну, а все подробности нам сегодня расскажет наш второй гость, директор департамента городского имущества Сергей Марчук. Сергей Алексеевич, добрый вечер. Добрый вечер. Сергей Алексеевич, ну давайте сразу с цифр начнем. Сколько сегодня, вот на сегодняшний день, сколько мариупольцев нуждаются, которые имеют статус детей-сирот, сколько нуждаются в квартирах? Лица, которые имеющие такие статус и подходящие под эту программу определенного возраста, на данный момент в очереди стоит 110 человек. То есть это те, которые нуждающиеся. Скажите, пожалуйста, а для какого количества людей в 2018 году уже квартиры купили? И сколько денег в 2018 уже потратили? Ну, если говорить о том, что реализовано в 2018 году, то реализована только программа государственного финансирования. То есть было приобретено 20 квартир. Но сейчас еще есть определенный бюджет. Вес этого бюджета 16 миллионов гривен. Это софинансирование области и города. И мы планируем приобрести порядка 45 квартир. В этом году? До конца этого года? До конца года эта программа будет реализована. 45 квартир до конца года у вас остался месяц? Да. Вы намерены за месяц купить 45 квартир? Сейчас у нас как раз жаркий период, и мы работаем по этому направлению. Скажите, а какие квартиры вы покупаете? Какие требования вы к этим квартирам выдвигаете? Что это за квартиры? Это однокомнатные квартиры? Когда городу доводится такое финансирование, то, условно говоря, и инструкция доводится по применению. То есть есть определенная постанова Кабинета министров. О чем там говорится? Там говорится о том, что в сироте положена однокомнатная квартира. Поэтому город готов приобретать однокомнатные квартиры. Все жители города, желающие продать однокомнатную квартиру, могут обратиться. Достаточно прозрачная процедура. И город уже рассматривает эти варианты. Скажите, а если у этого человека уже есть семья, если он женился, если она, допустим, родила ребенка, это все равно будет однокомнатная квартира? Постанова нам говорит о том, что помощь идет персонально, сироте. То, что он создал семью, это все хорошо, но помощь с учетом того, что дается только однокомнатная квартира. Скажите, пожалуйста, а что вот в этой инструкции от Кабмина? Есть какие-то обязательные, например, пункты, регламентированные, которым вы должны непременно следовать? Ну, кроме того, что это однокомнатная квартира. Ну, это определенное правило, то есть определенная квадратура должна быть, это квартира однокомнатная до 40 квадратных метров. Также граничная предельная стоимость квартиры тоже фиксируется. Ну, то есть вот такими нюансами. И возрастной ценз, да, то есть от 18 до 24 лет. То есть сирота только такого возраста имеет право претендовать на эту квартиру. Скажите, а вы с легкостью находите варианты, которые вам подходят, например? Вот вообще, в принципе, какой механизм поиска этих квартир? Вы обращаетесь к риэлторам? Или как это происходит? Нет, мы не обращаемся к риэлторам, у нас достаточно другая процедура. У нас есть определенный порядок, по какому мы работаем. И мы, вот если в прошлом году мы приобретали 43 квартиры, это было достаточно просто. В этом году у нас цель стоит 65 квартир. Для нашего города это уже не совсем такая простая задача. Что мы делаем? Мы выходим в СМИ, да, вот то, что я делаю сейчас. Также мы на сайтах городского совета, в Фейсбуке проводим ряд таких коммуникаций, да. После чего жители обращаются в Центр над ней админпослух, где просто приходят и пишут заявление о том, что они желают продать. То есть если любой человек, любой мариуполец хочет продать свою однокомнатную квартиру, он может обратиться в Центр административных послуг, да, и там ему же помогут, каким образом он может вот... Там не помогут, он даст обращение, после этого обращение рассматривается. Кем оно рассматривается? Создана определенная комиссия, состоящая из депутатского корпуса, общественных организаций и представителей городского совета. После чего эта комиссия объезжает их квартиры физически, смотрит на состояние, делает какие-то выводы. Кстати, о состоянии. Какое должна быть квартира? Ну, естественно, максимально лучшее, да. Состояние должно быть качественное и приветствуются квартиры, которые обставлены там техникой, мебелью и так далее. Потому что потенциальный клиент этих квартир – это сирота. У него как бы ничего нет. Он должен открыть дверь, условно говоря, и начать комфортное проживание. Поэтому приоритет отдается тем квартирам, которые достойного состояния. Сергей Алексеевич, скажите, пожалуйста, вот на данный момент времени вы говорите о том, что нужно достаточно много квартир еще приобрести за декабрь месяц. У вас уже есть вариант, у вас уже есть база, которую вы будете рассматривать, которую вы будете использовать или вам не хватает предложений на рынке? Ну, на данный момент качественных предложений не хватает. Прием заявок был еще организован в начале августа. И по сегодняшний день в Санапе идет прием заявок. На данный момент 89 предложений нами уже рассмотрено, и из них подобрано порядка 45-47 квартир. Ну, то есть еще не добрали до нужного количества, а в принципе большой очень объем квартир предлагается. Но когда мы садимся и начинаем рассматривать эти предложения, мы видим, что они достаточно… Что вас не устраивает в имеющихся предложениях? Ну, состояние. Состояние квартиры. Как эта квартира выдавалась 20-30 лет назад, такого состояния она и реализовывается. Но это такое состояние, за которое городской совет не готов платить денег. Скажите, а люди, которые получают эти квартиры, им преимущественно сколько лет? 18-24. 18-24. Сергей Алексеевич, ну может быть тогда дело в том, что тот, кто продает квартиру, хочет продать ее подороже, а вы как покупатель хотите купить ее подешевле. Может быть дело в этом, что вы не можете найти то количество квартир, которое вам необходимо? Не, ну рынок, да, он всегда говорит, что продавец хочет продать все дороже, покупатель. Всегда один хочет купить дешевле, а второй продать дороже. На самом деле, когда мы определенное количество квартир рассматриваем, мы даем обратную связь. То есть что не устраивает комиссию. То есть если мы говорим, что нас не устраивает либо цена, либо состояние, продавец, у него есть возможность в период подачи заявлений сделать там ремонт, опустить цену, переподать свое предложение, мы определенно еще раз выходим смотреть. Такие тоже случаи имеются, когда люди реагируют на обратную связь городского совета. Скажите, пожалуйста, кто-то контролирует деятельность в этом вопросе вашего департамента? Как этот контроль осуществляется? Ну, грубо говоря, куда вы деньги деваете? Ну, будем так говорить, бюджетные средства не всегда контролируются, не так просто их реализовать. Но это первое. Второе. Те люди, которые доводят эти средства, то есть если это государственная субвенция, то профильное министерство тоже отчитываемся. Также за бюджетные средства в этом году у нас была проверка с счетной палатой. Она прошла как бы успешно, все как бы вопросов не возникает. Мы действуем в рамках наших полномочий и не отклоняемся от того порядка доведенного, поэтому как бы в этом у нас комфортно. У наших зрителей возник вопрос, давайте послушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Сергей Алексеевич, у меня к вам один такой вопрос. Вот вы сейчас говорите «дети-сироты». Как это понять, дети-сироты или дети, лишенные родительских прав? Или вы просто в общем говорите «дети-сироты»? Я сейчас говорю… Это один вопрос или будет еще второй? И сколько квартир… Еще один вопрос. И сколько квартир на данный момент уже куплено? Спасибо. Спасибо, спасибо за вопрос. Да, я говорю в общем, действительно статус… Давайте вот с этой категорией определимся. Вы можете сказать, вот под этот статус подпадают такие люди? Под этот статус попадают и дети-сироты, и дети, лишенные родительских прав. Дети, лишенные родительской опеки, наверное, да? Или родители которых лишены… Да, 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 да. Поэтому если детально надо уточнить, то можно обращаться по адресу металлургов 25 в департамент городского имущества, и мы все разъяснительные вопросы урегулируем. А вопрос, сколько приобретено? На данный момент 20 квартир уже приобретено и раздали их. Хочу обратить внимание, что раздавались эти квартиры не поочередно, не это… Ну, то есть 20 человек, которые в первую очередь стояли, их взяли, и потом с жеребьевкой каждый вытягивал себе квартиру. То есть это достаточно прозрачная такая процедура. И до конца года, как я уже говорил, реализуем… Ну, финансирование доведено из расчета на 45 квартир. Будем стараться приобрести эти деньги. А скажите, пожалуйста, по какому принципу формируется эта очередь? Вот на эти квартиры? В первую очередь у нас, в принципе, классическое формирование, кто первый, тот первый, кто сегодня сдал этот человек первый, кто завтра второй и так далее. Сдал, имеется в виду документы. А какие документы нужны? Большой пакет? Нет, там пакет достаточно справки, подтверждающий этот статус, ну и там все необходимые. Я говорю о том, что люди, которым от 18 до 24 лет, это, собственно, люди не с очень большим жизненным опытом, да? И, может быть, кто-то из них не понимает, что им нужно делать. Таких лиц сопровождают наша служба по делам детей. И в 18 лет они по умолчанию все становятся в эту очередь. Почему сейчас у нас в очереди эти люди и 27, и 28 лет? Хочу напомнить, что эта программа начала реализовываться только лишь с 17-го года. С 17-го года началось целевое выделение средств, и в такой категории жителей начали приобретаться жилье. Скажите, пожалуйста, ну вот в принципе, как вы оцениваете работу за эти два года этой городской программы? Не, ну это, конечно, вау, да, программа. Когда ты раздаешь эти квартиры и видишь слезы счастья у таких деток, это очень классно, круто, да? Единственное, в чем вопрос, вот такие узкие диапазон возрастной, вот здесь есть проблемы. Мы свои комментарии там написали и в область, область в свою очередь поэтапно там в министерство. Надеемся на то, что в следующих годах вот этот возрастной ценз, да, расширится там до 27, до 28. И тогда у вас увеличится, наверное, количество таких людей. Ну, естественно, очередь будет больше, потребностей будет больше, но мы готовы и реализовывать. Главное, чтобы доводилось финансирование. Скажите, а кроме финансирования, с какими трудностями вы еще сталкиваетесь в этом вопросе? Ну, трудностей достаточно много. Мало? Мне показалось, вы сейчас скажете мало. Трудностей достаточно много, но мы успешно их преодолеваем. Скажите, пожалуйста, какие у вас прогнозы по работе этой программы на следующий год? Или, может быть, не прогнозы, а вы уже можете говорить о каких-то реальных перспективах? Ну, конкретно не могу сказать, какие будут доведены планы на следующий год. Но хочу обратить внимание, что вот в 2017 году были планы на 43 квартиры. Мы это реализовали. В 2018 году, видите, уже 65. То есть, когда спонсор, да, в виде области или в виде государства видит, что программы реально реализовываются, успешно реализовываются, тогда они открыто доводят эти средства, и мы их осваиваем и раздаем эти квартиры. Тем более, что есть потребность в этом направлении. То есть, я правильно понимаю, что квартиры покупаются и из городского бюджета, этот бюджет весь формируется городом, областью и государством? Грубо говоря, бюджет формируется из трех источников. Скажите, а вы зависите, от кого исходит первоначальное предложение? Кто дает первоначальную сумму и как остальные суммы? На самом деле, весь посыл идет снизу вверх. То есть, мы стучимся во все двери и говорим, что у нас есть такая потребность, вот у нас такая очередь. Вот мы даже готовы зайти в софинансирование. И только после этого открываются двери и реагируют на наши просьбы. Ну, я так понимаю, что стучаться до 2017 года у вас были все шансы, и я так полагаю, вы это делали. А программа работает только второй год. Почему так? Ну, не готов ответить, что происходило до 2017 года, так как на этой позиции как раз с 2017 года. Ну, поэтому сложно сказать. Еще раз хотела бы вернуться к вопросу жилья. Вы сказали о том, что эти квартиры должны быть с минимальным, однако, хорошим ремонтом, и в них обязательно должна быть техника. Речь идет о необходимой технике, например, о сантехнике, о кухне, например. Или она уже просто вот у вас упакована, эта квартира? Ну, сантехника, она должна быть по умолчанию, потому что без сантехники, в принципе, такие предложения не рассматриваются. Но приоритет отдается тем, где техника, холодильник, стиральная машина, пылесос, ну, все предметы быта, необходимые для жизни, комфортные. И последний вопрос. Скажите, пожалуйста, если сравнивать, например, работу этой городской программы в Мариуполе и в других областях или в других городах Украины, вы можете привести примеры, может быть, где она работает лучше, может быть, есть какой-то опыт, который вы смогли перенять, или, может быть, вы делитесь своим опытом, и Мариуполь в этом плане впереди? Сложно сказать, но если говорить о Донецкой области в целом, то Мариуполь, наверное, 60, ну, доля всего бюджета, это 60% Мариуполя, один лишь город. А если говорить о том, что у кого мы перенимаем или делимся, то на данный момент мы только делимся положительным опытом. То есть перенимать пока не у кого. Благодарю вас. Спасибо большое. К третьей части программы, дорогие друзья, мы переходим и будем мы говорить с вами о бототехнике. У них робот София, а у нас бот Назар. Мариупольцы активно пробуют новую программу, которая пока еще сейчас в городе работает в тестовом режиме. Сити-бот Назар может рассказать вам о том, когда будет снова в вашем доме электроэнергия или вода, почему отключили отопление и когда закончатся ремонтные работы. О его работе и о том, как воспользоваться услугами сити-бота Назара, все знает заместитель городского головы Михаил Ивченко. Михаил Александрович, добрый вечер. Добрый вечер. Как вы считаете, а вот такого ресурса, насколько городу не хватало? Насколько такой ресурс городу нужен сейчас? Ну, вопрос не только даже в том, насколько нужен ресурс сейчас. У нас телефон уже давно превратился не в телефон, а в коммуникатор. И, собственно говоря, пользоваться всеми возможностями смартфона – это именно то, скажем, что нужно жителям, наверное, в последнее время. И не последнее время, а вообще. Ну, не пользоваться его ресурсами телефона – это и есть неправильно. Поэтому, если есть такая возможность, то мы абсолютно как бы решили для себя, что это нужно делать, и людям воспользоваться данным секретом. Возможность есть, а потребность? Ну, естественно, как бы мы же ориентируемся на жителей. И для того, чтобы ускорить обратную связь с жителями, для того, чтобы они получали достоверную информацию из первого источника, для того, чтобы они обращались в контакт-центр, а работать на предупреждение, и, собственно говоря, направлена эта программа именно на это. Ну, расскажите, пожалуйста, какие функции есть у этого бота Назара, что он может? Функция, ну, самая главная функция – оповещение. Это сети-бот, который оповещает о тех или иных работах, о сроках выполнения работ в реальном режиме времени. То есть, когда случается авария, идет сообщение в контакт-центр о том, что по такому-то адресу происходят работы. Человек, который зарегистрировался по этому адресу, или группа там людей зарегистрирована, получает сообщение о том, что проводятся ремонтные работы. Срок исполнения работ точно так же вводится. Ну, и, собственно говоря, всем комфортно. У меня была такая ситуация, когда у меня не было электроэнергии, я дозвонилась в службу 1555, но внятного ответа на свой вопрос не получила. Я дозвонилась уже предприятию, которое, собственно, отвечает за подачу электроэнергии, и там уже мне ответ какой-то дали. То есть, я так понимаю, что каким-то образом этот диджитал-помощник, да, он связывается, имеет связь со всеми предприятиями, или он связывается только со службой 1555? Нет, он связывается только со службой 1555. По всем остальным вопросам, там есть свои протоколы, по которым работает контакт-центр 1555 с остальными участниками данных процессов. Но, тем не менее, вся информация, она в любом случае стекается в контакт-центр 1555. И все так же выдается в эфир. Мы подготовили небольшую инструкцию. У нас сегодня наши журналисты попытались к этой программе присоединиться. Мы хотим показать зрителям, насколько это просто. Мне кажется, это просто. Давайте посмотрим. Городской бот «Назар» – это мобильное приложение, созданное для своевременного оповещения мариупольцев о плановых отключениях электроэнергии и водоснабжения, а также сроках устранения аварийных отключений по указанному адресу. Чтобы подписаться на Сити-Бота, необходимо перейти на сайт citybot.pro. Воспользоваться сервисом можно через Viber или Telegram. Далее нужно выбрать язык и ввести свой адрес. Если вы хотите узнать, почему в вашем доме отключили электричество или воду, напишите слово «Справка», выберите категорию, а затем «Коммунальную службу» и получите интересующую информацию. Я, правда, не пробовала, а вы пробовали? Конечно. Да. С самого начала. С самого начала. Уже предупреждает вас, да? Сейчас он работает в тестовом режиме, но до того режима, когда он еще тестился, он тестился непосредственно и на мне. Сколько адресатов на сегодня у него? Две тысячи. Две тысячи? Да, две тысячи клиентов. Есть у вас информация, насколько активно мариупольцы его приняли, насколько пользуются, присоединяются? Ну, смотрите, со старта прошло не больше, чем две недели, но, тем не менее, уже две тысячи пользователей. Это говорит о том, что все равно спрос есть на него. И в любом случае эту услугу нужно развивать, я думаю. А как этот сервис может быть расширен? Этот сервис может быть расширен, точно так же можно спровоцировать его на получение справочной информации, на получение какой-то информации, интересующей о субсидиях людей. Ну, можно обращаться к нему, опять же, вести диалог. Просто для этого нужно узнать еще потребности людей. В любом случае он будет развиваться в том направлении, где больше всего будет востребован именно конечными потребителями, то есть мариупольцами. А тестовый режим до какого момента? До Нового года. И после Нового года? После Нового года, в случае, если он найдет свой отклик среди мариупольцев, то, соответственно, будет промышленная эксплуатация. То есть я так понимаю, что деньги городские, бюджетные, на разработку этой программы потрачены не были, да? Это исключительно... Волонтерский проект. ...был такой, да, подарок городу. Скажите, пожалуйста, ну как вы думаете, финансово город готов будет поддержать разработчиков этой программы? Вам самому нравится? Да, мне самому нравится, как бы, ну, все зависит от того, насколько будут потребности у людей, как бы, я думаю, как бы, на данном этапе, который сейчас есть, ну, эксплуатация не будет стоить более 100 тысяч гривен. Ну, вот мы активно, конечно, сейчас используем любые программы, любые помощники электронные, диджитал-разработки. Когда покупаем билеты, например, или отслеживаем почту, как вы думаете, какие разработки, по вашему мнению, для города оказались на сегодня самыми интересными, удачными или, может быть, необходимыми? Ну, в медицине у нас такой же бот Марта есть, тоже, как бы, абсолютно нужная вещь. Сам сити-бот, который этот, Назар, тоже. Внедрение в СНАПе, совсем недавно мы внедрили АйГАВ, то есть можно точно так же обращаться за получением справок различных в электронные сервисы. Скажите, а можете немного нам рассказать о том, какие могут быть в следующем году у нас ожидания и какие нас с вашей стороны ожидают новые разработки, какие-то новые электронные сервисы мариупольцы получат? Что планируется? Безусловно, как бы, мы уже в этом году начали тестить малую приватизацию через Прозоро Продажи. В следующем году мы будем пытаться проводить аренду через Прозоро, ну и будем пытаться проводить точно так же аренду земли через Прозоро Продажи. Это такая у нас серьезная, как бы, серьезная цель амбициозная на следующий год. Благодарю вас, спасибо вам большое за интересный рассказ, надеюсь, что не за горами будет тот самый момент, когда однажды вы войдете к нам в студию, держа за руку небольшого Назара или Богдана, который уже будет способен обучаться и полноценно коммуницировать с нашими зрителями. Спасибо вам большое, впереди, дорогие друзья, у нас выпуск новостей и до встречи в следующую пятницу. Продолжение следует...